Четвертую притчу сказал Иисус ученикам, притчу о неводе, закинутом в море и захватившем рыб всякого рода. Здесь говорится о том времени, когда евангельская проповедь распространится по всему миру, когда основанная Христом церковь вместит в себя, захватит все народы земли. Тогда вытащат невод на берег, хорошее соберут в сосуды, а худое выбросят вон. Тогда изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Объяснение значения слов «печь огненная», «гиенна огненная», «тьма внешняя», «плач и скрежет зубов». Представляя своим слушателям будущность грешников, Иисус Христос сказал, что осужденные им при кончине века грешники ввержены будут в печь огненную, где будет плач и скрежет зубов. Следует ли буквально понимать слова «печь огненную» или же считать, что ожидающая грешников наказание лишь уподобляется мучениям в огненной печи? Нам кажется, что буквально понимать эти слова можно было бы тогда только, если бы Иисус Христос всегда выражался так о предстоящей грешникам будущности. Между тем известно, что в других случаях он выражался несколько иначе. Так, в Нагорной проповеди он сравнивал мучения грешников с пребыванием в долине Гиенне огненной от Матфея 5, 29. После того, говоря об участи, какая постигнет иудеев, он сказал, что они «извержены будут во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов, а многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исаком и Иаковом в Царстве Небесном» от Матфея 8, 11-12. Сожжение в печи огненной известно было слушателям Иисуса из книг Ветхого Завета. Так Иуда, сын Иакова, осудил на сожжение невестку свою Фомарь, Бытие 38, 24. Давид бросил в обжигательные печи покоренных им жителей города Раввы, 2-я книга царств, 12-я, 31. Навуходоносор велел бросить в печь раскаленную огнем Анания, Месаила и Азария, не поклонившихся золотому истукану, Даниил, 3-я, 21. Вообще у народов Востока сожжение живьем было одним из обыкновенных способов смертной казни, и казнь такая была самой ужасной, мучительной. Поэтому Иисус Христос, говоря о страшном наказании грешников в будущей вечной жизни и желая наглядно представить своим слушателям судьбу их, указал на казнь в огненной печи, как на некоторое подобие того, что их ожидает, если они не покаются и не возродятся к новой жизни. Позже, отвечая саддукеям на вопрос о воскресении, Иисус уподобил духам, ангелам, людей, которые будут воскрешены для страшного суда, и тогда же объяснил, что тела воскрешенных не будут теми чувственными телами, какими обличены мы во время нашей земной жизни, от Луки 20, с 27 по 36, а из этого можно заключить, что и страдания осужденных будут скорее душевными, чем чувственно-телесными. Окончив беседу с учениками-притчами, Иисус спросил их, поняли ли вы все это? И когда из ответа их убедился, что они теперь понимают его, то назвал их книжниками, но не теми книжниками-иудеями, которые вместе с фарисеями составляли враждебную ему партию, а книжниками, наученными Царству Небесному. Книжники иудейские знали только старое, ветхозаветное пророчество о пришествии Мессии, да и то не понимали его. А книжник, наученный проповедью Христа, знающий и старое пророчество, и новое учение о Царстве Небесном, будет пользоваться и тем, и другим, и как домовитый хозяин выносит из своей сокровищницы не только новое, но и старое, смотря по надобности, так и они, проповедуя, будут пользоваться не только учением его, но и ветхозаветными пророчествами о нем.